Привет всем! Сегодня вы отправляетесь в кругосветное путешествие. И несмотря на то, что Филиас Фок совершил свое путешествие за 80 дней, вы же помните роман Жюля Верна «Я не могу пообещать, что вы вернетесь в целости и сохранности». Дело в том, что сейчас мир полон неизвестных аномалий. Раньше они встречались только в Бермудском треугольнике, но сейчас они могут быть где угодно. Мы начинаем наше путешествие в Нью-Йорке, и первым пунктом назначения станет Лос-Анджелес. Лучше всего добираться туда самолетом, но несмотря на то, что выдержать сильную грозу способен даже обычный самолет, ваш особенный. У вашей железной птицы укрепленный корпус, увеличенный топливный бак и спасательная капсула, которая поможет вам выжить в экстренной ситуации. Итак, вы взмываете в небо. Вокруг белые облака, яркое солнце и никакой турбулентности. Но внезапно идиллию нарушает сильный ветер, черные тучи и вспышки молний. Одно облако выглядит особенно угрожающе, кажется, что оно живое и увеличивается в размере. Вам остается только пролететь его насквозь. Вы делаете глубокий вдох? Как только вы влетаете внутрь, все погружается в кромешную тьму. Вы видите только белые вспышки. Они ярко освещают черные тучи на несколько секунд, но не похожи на молнии. Турбулентность усиливается, вам едва удается удержать в руках управление. Неожиданно облако начинает менять форму. Постепенно оно формирует своего рода тоннель, и вы летите прямиком в центр. Но тут стены тоннеля начинают сужаться. Единственный выход – лететь к свету в конце тоннеля. Вы увеличиваете тягу. Вся электроника самолета подает сигнал об опасности. Двигатель работает на пределе. От напряжения вы покрываетесь потом. Стены тоннеля почти касаются крыльев самолета, и… Вы справились! Выбрались из темной тучи в последний момент. Фух, теперь можно вздохнуть с облегчением. Теперь вы оказались в плотном сером тумане. На километр вокруг ни единого просвета. Радар вышел из строя и не показывает, где вы находитесь. Пора связаться с наземным управлением и узнать свое местоположение. Когда вы слышите ответ, ваши глаза округляются. Оказывается, вы добрались до воздушного пространства Лос-Анджелеса. Что? Но это же невозможно! Обычно перелет занимает почти пять часов, а сейчас вы преодолели четыре тысячи километров вдвое быстрее. Чтобы это понять, придется открыть энциклопедию бермудских аномалий. Она весьма популярна среди нынешних путешественников. Вы листаете до главы путешествий во времени и... вот оно! В декабре 1970 года опытный пилот Брюс Гернан попал в похожую ситуацию в Бермудском треугольнике. Ему удалось выжить и рассказать о собственном опыте. Ученые смогли объяснить большую часть увиденных им явлений, но путешествие во времени так и осталось загадкой. А теперь по всему миру находится множество небесных тоннелей. Ну ладно, эта аномалия кажется даже полезной. Экономит кучу времени и топлива. Пора сажать самолет, менять транспорт и отправляться к следующему пункту назначения – в Японию. На этот раз вы отправляетесь в поездку на корабле. Путешествие в водах Тихого океана должно пройти без приключений. Вы сможете отдохнуть после тяжелого перелета. Через пару недель капитан корабля спускается с мостика и сообщает ужасную новость. Вы заблудились в море. Пассажиры в шоке. Кто-то начинает кричать на капитана, обвиняя его в некомпетентности. В ответ он показывает компас, который должен был помочь ему в навигации. Тот просто сошел с ума. Стрелка вертится, будто отсчитывает секунды в часах. И тут к вам приходит одна мысль. Наверное, вы оказались в еще одной аномальной зоне – в море дьявола. Это место не менее мистическое, чем Бермудский треугольник, и отмечено красной точкой в энциклопедии аномалий. Между 1950 и 1954 годами здесь бесследно пропало множество кораблей и сотни членов экипажа. В 1955 году Япония отправила туда исследовательское судно – Кайо Мару номер 5, чтобы найти причину загадочных исчезновений. К сожалению, оно тоже бесследно исчезло. Но теперь вы знаете, что в этом месте находится геомагнитная аномалия, которая выводит из строя компасы. Все из-за высокого содержания металла в подводной почве. Магнитная стрелка компаса очень чувствительна к такого рода вещам. Итак, вы берете ситуацию в свои руки и предлагаете использовать другие способы навигации. Радио и спутник оказываются бесполезными, поэтому вы поднимаете глаза к небу и смотрите на солнце. Закат идет на запад. А это как раз нужное вам направление. Вскоре вы наконец заступаете на твердую землю. Добро пожаловать в Японию! Парочка сувениров и в аэропорт. На этот раз вы отправляетесь к берегам Индии. Полет проходит нормально. Никакой турбулентности или вышедших из строя приборов. Наблюдая за ночным небом через иллюминатор, вы замечаете странный свет. Небольшое пятно, скачущее вверх-вниз. Другие пассажиры даже не обращают на это внимания. Для них это обычное зрелище. Открыв энциклопедию, вы узнаете, что аномалию впервые описал еще Христофор Колумб. Он писал, что она похожа на поднимающуюся свечу. Также он вспоминал, что однажды в море внезапно вспыхнуло пламя. Это произошло, когда он проходил Бермудский треугольник в своем первом путешествии к новому свету. Теперь эти огоньки – привычное зрелище по всей планете. В Индии вы покупаете билет на круизный лайнер, проходящий через Флориду. Этот маршрут популярен среди туристов, поскольку проходит через множество интересных аномалий. Теперь это похоже на экскурсию. Первая аномалия – корабль-призрак. Охота за ним длилась несколько недель. Каждый раз, когда круизный лайнер подбирался к призраку поближе, на воду опускался густой туман. Туристы стояли на обзорных площадках, наблюдая за мачтой издалека, но она появлялась и исчезала, словно плавник акулы. Наконец, вам удалось подобраться к кораблю ближе, но всех попросили оставаться на борту лайнера и не пытаться подняться на корабль-призрак. Туристам знакома печальная история обнаружения призрака. В 1880 году корабль «Эллен Остин» заметил дрейфующую шхуну в густом тумане. Капитан послал несколько человек на разведку. Они обнаружили много ценного груза и личных вещей членов экипажа, но ни следа других людей. Все выглядело так, будто экипаж корабля-призрака просто исчез. Капитан «Эллен Остин» решил отбуксировать призрака в порт для продажи груза. Но как только они отплыли, сильный шторм разделил корабли, и призрак исчез. Экипаж потратил несколько дней на его поиски. Шхуну удалось обнаружить еще раз, но второй экипаж исчез так же бесследно, как и первый. Итак, вы продолжаете путешествие и через какое-то время оказываетесь в самом загадочном месте планеты. В самом Бермудском треугольнике. Эта местность считается родиной всех аномалий. Туристы собираются у одного из бортов. Все они ищут глазами огромную ванну с пузырями. Капитан корабля делает объявление «В этом месте запрещен любой открытый огонь». По сути, аномалия – просто источник природного газа. Пузырьки метана вырываются из земной коры и поднимаются на поверхность. Эти залежи привели к потере множества кораблей. Естественно, если зажечь спичку рядом с пузырьками… БАБАХ! Последний отрезок путешествий из Флориды в Нью-Йорк будет очень насыщенным. В этой области происходят резкие изменения погоды. В один момент светит солнце и нет ни намека на ветер, а спустя несколько минут поднимается внезапный шторм. Молнии ударяют буквально ежесекундно, а небо полностью закрывают черные тучи. Через минуту солнечные лучи рассеивают облака, и буря заканчивается. Это очередная аномалия, вызванная Гольфстримом. Огромные массы теплого воздуха встречаются с холодными. Это провоцирует резкие изменения погоды и сильные бури. Многие моряки и пилоты были не готовы к подобным сложностям, что привело к бесследному исчезновению судов и экипажей. Но теперь, когда эти аномалии повсюду и тщательно изучены, их больше не нужно бояться. Вы добираетесь домой в целости и сохранности, и можете похвастаться, что увидели самые суровые явления Бермудского треугольника. Но прошу вас, выбросите вы эти Бермуды. Это уже слишком.